Всем привет! Меня зовут Молчанов Павел, это Fatar.ru И сегодня у нас на обзоре новый объектив от компании Samyang Это 35 мм Ziafragmate 1.4 Второй версии автофокусный под Sony Погнали! Сегодня нам помогает прекрасная модель Алина Начнем мы снимать с крупных планов Вообще 35 мм это довольно-таки широко для крупного плана Но мне интересно посмотреть, как будет показываться вообще себя геометрия В относительно крупных планах Ну и позже поработаем с локацией Что касается крупного плана и геометрии этого объектива Сейчас я снимал приблизительно вот такую крупность И скажу честно, искажения в любом случае присутствуют Но картинка смотрится динамично И вот эти самые искажения не портят модель То есть они не искажают лицо до неузнаваемости На самом деле широкий угол всегда добавляет динамики Плюс нам сейчас помогает ветер Так что действительно геометрия классная Что касается фокуса Никаких ошибок нет Ну опять же в принципе и камере не на что отвлекаться С резкостью тоже все прекрасно Ничего не нужно накручивать Действительно ощущение, что вы снимаете на топовую линзу Стоит сознаться, что при более детальном рассмотрении снимка То есть я увеличил сейчас крупно-крупно глаз модельки И увидел все-таки, что объектив прям идеально резким назвать сложно Все равно, то есть он чуть-чуть мылит Но снимаем мы сейчас на камеру с 60-мегапиксельным сенсором Это достаточно много Я думаю, что если вы будете снимать на камере с более низким разрешением То есть это даже четверка, та же или тройка Разрешение ниже и резкость вас устроит вполне себе Ну и опять же не стоит забывать, что снимаем мы сейчас на диафрагме 1.4 Что касается работы с контровым светом К сожалению, этот объектив показывает себя не с лучшей стороны Сейчас я старался делать такие кадры, чтобы солнце было исключительно за моделью И попадало прям в кадр, даже вскользь через нее Так вот, ну заметна на самом деле потеря контраста А что касается хроматических вибраций Тоже они у нас сразу же нарисовались на контрастной темной рубашке с небом Проблем с фокусом никаких их не было Камера прекрасно вместе с объективом следила за личиком и за глазами модели Неважно, снимал я общие планы, либо более крупные А теперь давайте более подробно расскажу о внешних характеристиках и внутренних параметрах этого объектива Стоит отметить, что он стал больше и тяжелее по сравнению с предыдущей версией Которая была выпущена в 2017 году Что касается оптической схемы, здесь она осталась той же Переработано здесь достаточно много Объектив сейчас у нас имеет пылевлагозащиту И также здесь появились органы управления Что, на мой взгляд, гораздо удобнее, чем их отсутствие Здесь есть кнопка, которая на всех объективах Sony программируется под необходимую вам функцию Она здесь работает без всяких проблем И также появился переключатель M1-M2, который отвечает за переключение работы с кольцом фокуса Вы либо оставляете его для того, чтобы работать с фокусом Либо M2, это кольцо у вас начинает работать, закрывая, либо открывая диафрагму Что касается внутренних моментов, здесь у нас присутствует новый мотор STM Который будет фокусироваться быстрее и точнее, чем на предыдущей версии В этом объективе установлена 9-ти лепестковая диафрагма Что положительно сказывается на, ну так скажем, красоте размытия фона Конечно, это не 11 элементов, как у Sony G-Master Но в любом случае это хорошо Также у этого объектива минимальная дистанция фокусировки стала чуть меньше, чем у предыдущей версии И составляет 29 см, в сравнении опять же с G-Master Sony, который имеет 27 см Ну это чуть больше, но в целом для любых, наверное, моментов вам этого хватит Что касается фронтального переднего фильтра, это 67 мм На самом деле очень ходовой и удобный размер для фильтров Это недорого и, как правило, много таких объективов достаточно присутствует То есть вам не нужно много разных фильтров под каждый объектив Поскольку мы имеем дело со сторонним производителем объективов То не обошлось без таких программных, скажем так, небольших косячков Я столкнулся с тем, что один раз у меня камера сбросилась на настройки Которые были установлены до того, как я надел этот объектив Сбросилась она после того, как перешла в ждущий режим Еще один момент касается более долгого включения с этим объективом То есть это где-то порядка двух секунд занимает, может быть, чуть больше С оригинальными объективами камера включается моментально С 135-кой 1.8, обзор которой мы недавно делали Проблем было чуть больше, она включалась еще дольше И многие вот эти все моменты были исправлены Вообще компания SamYang следит за отзывами своих покупателей и потребителей И очень оперативно выпускает обновление прошивок Единственный момент, что для того, чтобы обновить эту прошивку в домашних условиях Вам необходима специальная док-станция, которая покупается отдельно Если вы этого делать не хотите, а купили объектив у официального представителя Обратитесь к нему и вам обновят прошивку абсолютно бесплатно Еще пару слов касаемо внешнего вида Объектив выполнен достаточно качественно, никаких люфтов нет Он полностью металлический Кольцо, которое управляет фокусом и диафрагмой, тоже металлическое Здесь есть пылевлагозащита В комплекте идет бленда Единственное, что в ней нет защитной антибликового, так скажем, покрытия Но в целом объектив действительно оставляет о себе очень хорошее впечатление Действительно, это профессиональная линза Большая, быстрая, классная Ну что, продолжаем снимать Мы сейчас изменили локацию И снимать будем в достаточно таком, ну, вроде бы обычном месте Но интересность у нас здесь по свету Обратите внимание, модель находится на ярком освещенном солнце участке Вокруг нее тени И за ней тоже освещение достаточно яркое, сильное И это позволит выделить ее не только глубиной резкости, но и освещением Если солнце не уйдет Даже при съемке на открытой диафрагме На максимально открытой диафрагме 1.4 Средний план, то есть поясной И тем более общий план ростовой Выглядит таким образом, что фон достаточно хорошо считывается Поэтому вам в любом случае придется продумывать вашу композицию И смотреть, не попадает ли какой-то мусор в кадр То есть 35.1.4 не мылит вам фон в кашу В портретной фотографии далеко не всегда Нужно располагать вашего героя прямо по центру кадра И особенно, если вы работаете на открытой диафрагме Смещая объект к краям кадра Вы можете получить, ну, в общем-то, не самую резкую картинку Потому что объективы зачастую на открытых диафрагмах Начинают мылить краям кадра Так вот, с этим объективом я таких проблем не увидел То есть даже сдвинув левую четверть кадра модель Все равно при увеличении резкость есть Так что все в порядке И еще пару слов о глубине резкости этого объектива При относительно крупной съемке То есть, ну, вот такой вот погрудный На диафрагме 1.4, наверное, это можно сравнить С где-то 50 мм на 5.6 То есть, если вы используете китовый объектив Да, такой относительно бюджетного уровня То вы получите вот такое же разбитие Сейчас мне интересно проверить Насколько этот объектив будет качественно следить за моделью Когда она будет менять свое положение То есть, идти на кадр Я буду сначала идти вместе с ней Потом остановлюсь И буду постепенно смещать ее в кадре Посмотрим, как работает автофокус Ага И на меня идем 3, 4 Особых проблем с фокусом я не заметил Но когда глаза модели уходят уже практически к краю кадра Ну, здесь, конечно, и камера тоже имеет значение Так вот, с фокусом уже начинаются промашки И финальный кадр, когда действительно глаза модели были прямо на краю Получился не идеально резким Все остальные картинки получились прекрасно Что касается геометрии У этого объектива, если присмотреться Вы заметите бочкообразные искажения Но поскольку этот объектив сторонний То есть, это не оригинальный Sony Поэтому внутри камерных исправлений этих искажений здесь нет То есть, поэтому вам придется дальше Потом это все крутить ручками, если захотите При работе на открытой диафрагме Ну, и вообще даже не только на открытой диафрагме Старайтесь разнообразить вашу картинку Используйте передний план В нашем случае елочки На диафрагме 1.4 Они размываются достаточно заметно Но не превращаются в кашу Что, в принципе, картинку оставляет более реалистичную Чем если бы мы снимали на какие-нибудь там 50 мм 1.4 Или 85 мм 1.4 Теперь давайте посмотрим С какой диафрагмы уже начинает проявляться такая оптимальная резкость этого объектива Закрывать мы сейчас будем с максимально открытой И будем прыгать по ступени То есть 1.4, 2, 2.8, четверка Ну и посмотрим, хватит ли четверки И как показал наш такой тест С двойки уже резкость становится прям действительно классно выражена Единственное, что чуть-чуть камера, объектив и вся эта связка немножко промазали И сфокусировалась не на ближней глаз модели, а на дальней С четверки, ну то есть понятно, если двойка у нас классная, 2.8, тоже все хорошо Четверка, наверное, вот оптимальная резкость И обратите внимание на то, что объект, который я снимал, да, то есть личико модельки Находилось не в центре кадра, а сбоку, то есть и вверх, и в сторону Что также говорит о качестве линзов А более подробный тест этого объектива вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в описании Там есть текстовая часть, очень большая, в которой есть вся информация А теперь давайте разнообразим нашу картинку И как мы делаем на всех своих съемках, мы будем использовать дополнительный свет И сейчас мы будем работать с постоянным светом Это трубки Non-Lite, мы используем 4 трубки Одна из которых горит с балансом белого 6500, то есть это некий нейтральный свет По бокам у нас два красных прибора И на фончик мы еще отбиваем синим, для того, чтобы у нас получились противоположные цвета И картинка выглядела интересной Я думаю, что даже на видео вы сейчас заметили, что свет достаточно интенсивный И несмотря на то, что мы снимаем с такой сильной, поразительной засветкой снаружи Все равно это освещение видно и даже видны эффектные цвета Так что смотрите, как классно можно снять Ну и поскольку мы работаем сейчас постоянным светом, давайте снимем видео Посмотрим, как этот объектив будет следить за глазом модели Ну и вообще посмотрим классную картинку Субтитры сделал DimaTorzok В заключении хочу сказать, что объектив вышел действительно очень удачный По сравнению с предыдущей версией он стал резче, он стал быстрее Что касается технических характеристик, опять же, если вам интересно прям все и досконально переходите по ссылке в описании От себя хочу отметить, что диафрагма 1.4, ну не совсем прям резкая и идеальная Но опять же, мы сегодня снимали на камеру с очень большим разрешением, 60 мегапикселей И в целом эти снимки можно использовать потом и в социальных сетях Ну я думаю, что только в большой печати будет виден вот этот агрег с резкостью С диафрагмой 2.0 объектив показывает себя абсолютно прекрасно Единственное, что может вас, наверное, еще смутить, то что поскольку это сторонний объектив У него нет внутрикамерных коррекций, искажений, дисторсий, кроматических операций и так далее Поэтому все это придется делать впоследствии в постпродакшн ручками Но сегодня все программы настолько удобные и простые, что проблем никаких с этим не возникнет В целом, линза очень удачная А вам спасибо, что досмотрели наше видео до конца Подписывайтесь на канал, лайки, комментарии пишите, не забывайте Всем спасибо, пока!